Борьба с незаконным оборотом наркотиков – дело ответственное и непростое. Определённая ротация кадров в органах, занимающихся такой деятельностью, призвана постоянно увеличивать эффективность и оперативность их работы. Такие изменения происходят и в нашем регионе. Губернатор Евгений Куйвышев провёл встречу с новым начальником управления ФСКН по Свердловской области Андреем Андрющенко. Работа по противодействию к незаконному обороту наркотиков у нас ведётся достаточно динамично. Занимаются не только правоохранительные органы, занимаются и общественные организации, занимаются государственной структурой. Вы знаете, у нас работает сегодня государственное лечебное учреждение «Урал для наркотиков» уже имеет филиал. Евгений Куйвышев пригласил Андрея Андрющенко принять участие в ближайшем заседании антинаркотической комиссии Свердловской области, которое запланировано на февраль этого года. Начальник регионального управления ФСКН отметил, что приложит все усилия, чтобы максимально эффективно выстроить работу по противодействию наркобизнесу в регионе. Генерал-майор полиции Андрей Андрющенко родился в 1970 году в Ставропольском крае. Окончил Ставропольский государственный технический университет по специальности юриспруденция. С 1993 года проходил службу в УФСНП России по Ставропольскому краю. С 2010 года занимал должность заместителя начальника регионального управления ФСКН России по Астраханской области, начальника оперативной службы. С марта 2013 года Андрей Андрющенко возглавлял региональное управление ФСКН России по Алтайскому краю. За время службы награжден медалью «За доблестный труд третьей степени», медалями «За отличие в службе в органах наркоконтроля» трех степеней. Медалью МВД «За боевое содружество». Евгений Куйвышев выразил уверенность, что новый глава ФСКН региона сможет выстроить взаимодействие со всеми структурами, действующими в этой сфере, и достигнет успеха в работе. Артемовский городской округ раньше не отличался хорошим состоянием по снижению уровня наркотической зависимости. Однако сейчас ситуация заметно изменилась в позитивную сторону. Несмотря на это, распространение так называемых «легких» синтетических наркотиков всерьез беспокоит правоохранителей и врачей не только нашего муниципалитета, но и всей России. Дело в том, что их основными потребителями являются подростки и молодежь, а действие таких дурманящих веществ смертельно опасно, что показывают случаи в разных частях нашей страны. В борьбе с распространением, точнее прямой рекламой сбытчиков зелья, борются не только соответствующие органы, но и сама инициативная молодежь и подростки. Однако мало уничтожать информацию о вариантах приобретения наркотиков и проводить другие профилактические мероприятия. Необходимо, чтобы в сознании артемовцев укрепилось понимание того, что сообщение о местонахождении точек сбыта в личностях так называемых дилеров в полицию строго анонимно и может спасти немало жизней, в том числе и ваших близких. Нельзя быть безучастными к проблеме наркотиков, ведь в первую очередь это болезнь не только самих наркозависимых, но и всего общества.